Сколько в жизни есть вопросов Сколько в жизни есть вопросов Здравствуйте! Я нахожусь в уникальном месте. Здесь есть единственный в Беларуси музей космонавтики. Не удивлены? Еще бы! Это очень интересная история. В этой деревне в 1942 году родился мальчик, который мечтал полететь ко звездам. Когда он вырос, его мечта сбылась. Он стал капитаном космического корабля. Ребята, мы с вами находимся на родине первого белорусского космонавта Петра Ильича Климука. В детстве Петр Климук был, как все деревенские мальчики. Его мама очень хотела, чтобы сын стал инженером-строителем. Но он принял другое решение и выбрал карьеру военного. Он стал летчиком. В 1965 году его зачислили в отряд космонавтов. И в звездном городке начинается его первая подготовка к полету. Тренировки длились 8 лет. И 18 декабря 1973 года Петр Климук в качестве командира космического корабля «Союз-13» совершил свой первый полет в космос. Это был первый полет белоруса в космос. Представляете, наш космонавт был там три раза. Эх, как бы я хотел полететь на этой крылатой машине. А вот школа, в которой находится музей космонавтики. Как здесь красиво! Ух ты! Это же поручни, как в настоящем космическом корабле. А это портреты наших белорусских летчиков. Вот это да! Это же макет настоящей ракеты «Союз». Как бы я хотел полететь на ней в космос! А вот это кресло, куда садятся космонавты во время полета на космическом корабле. А почему оно такое маленькое? Оно что, для детей? С первого взгляда можно именно так и подумать. Здравствуйте! А чье это кресло? Здравствуйте! Это амортизационное кресло принадлежит Петру Ильичу Климуку. Оно подбиралось индивидуально под каждого космонавта и выливалось по форме его тела. А небольшое, потому что раньше предельный рост космонавтов составлял 165 сантиметров, а сейчас он 195 сантиметров. Пойдем, я покажу тебе кое-что еще очень интересное. Ого! Это же парта нашего космонавта! Евгений Анатольевич, а когда основался ваш музей? Наш музей впервые открыл двери для посетителей 4 ноября 1978 года. Экспозиция состоит более чем из полутора тысяч экспонатов, 1108 из которых подлинные. А у вас есть еда для космонавтов? Конечно же, самое настоящее. Пойдем, покажу. Это шоколад? А откуда у вас такие редкие экспонаты? С подбором экспонатов нам помогли педагоги школы. Но для того, чтобы достать объемные экспонаты для нашего музея и вещи, которые наглядно демонстрируют, как осваивается космос в нашей стране, мы отправились в экспедицию в звездный городок. А как Петр Ильич отнесся к такому музею? Его очень обрадовал тот факт, что в Беларуси будет музей космонавтики, посвященный открытиям в космосе. А как вам удалось получить его личные вещи? Мы завели с ним переписку, пообщались с его мамой и сестрой. Они поделились и предоставили в музей некоторые личные вещи и фотографии Петра Ильича, а также охотно поделились воспоминаниями о своем сыне и братье. Ребята, вы знаете, что есть еще два белорусских космонавта? Владимир Васильевич Коваленок и Олег Викторович Новицкий. Теперь мы узнали, что у нас в Беларуси есть такой уникальный музей и такие героические люди. До новых встреч!